Вопрос 530. Книга «Открытым оком. Тема богослужения». Я была на службе в Никольской церкви в среду, и священник сказал, чтобы все встали на колени. Одна женщина стояла и, по-видимому, не могла встать на колени. Служанка ей сказала, выйди в коридор. Правильно ли это или нет? Отвечает Игнатий Тихоныч Лапкин. Верю, что так и было, но в это трудно поверить, если служба была не пьяная. Она могла действовать и самостоятельно, без ведома священника, и превысила свои полномочия. Простите ей. Екклесиас 5.7. Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдает высший, а над ним еще высший. Если человека впустили в храм, ничему не научив, то во время богослужения, не во время проповеди ему ничему и не научишь. Если человек не хулиганит, не нарушает порядка, ему нужно оказать максимальное внимание, как делают у сектантов. На грубость и невежество служек церковных жалуются всюду. Виноват же в этом священник и особенно настоятель храма. Какой же ты начальник, если не знаешь, что делается у тебя в войске? А если знаешь, что они грубияны и оскорбляют человека, то куда ты их приведешь? Женщина-то должна была подчиниться и выйти. А вы бы выйти за ней, пояснили, что идет великий пост и есть молитвы, моменты, где нужно преклонять всем колени. И в чужой монастырь со своим уставом не ходит. Если вы больнее, то так и скажите, а коленопреклонение вас не унизит, но только возвысит.